здравствуйте дорогие товарищи сегодня мы поиграем в еще один left touch если так можно сказать но в любом случае это один из достойных left for dead лайков я бы назвал так я бы не сказал что это клон поскольку клон это ну собственно повторение того что уже было здесь имеется свои фишечки и они достойны изучения скажем так они создают довольно уникальную игру но попробуем разобраться итак с чего бы начать начнем с меню собственно настройки нет не будем как бы все это достаточно классическая вещь будем работать дальше так коллекции я уже на самом деле давно не играл я уже не помню кто где что но попробуем вспомнить вместе и так персонажи у нас 8 маленькая тележка фактически на каждую компанию нас имеется по набору персонажей вот одна компания 4 персонажа собственно как мы вы можете посчитать у нас их всего восемь там одна в израиле другая в нью-йорке третья в россии дальше япония франция италия и камчатка с теми же японцами что я отсюда но и немножко русскими отсюда вот персонажи достаточно колоритные но как и в любой игре где кучи персонажей существует и проблема что они четко прописаны своих репликах они имеют свою предустановленную персонификацию но в процессе игры это мало как проявляется то есть например если мы играем как то то есть если мы возьмем например верминтид 2 или left for dead 2 но возможно даже 1 то и там и там и малое количество персонажей в left for dead 4 верминтиде 5 и верминтиде особенно заметно что при смене персонажей можно услышать разные реплики и возможно одну и ту же реплику от одного персонажа но ответ совершенно иное другого персонажа и это создает уникальные такие ситуации уникальный нарратив в игре при огромном количестве персонажей такого просто ну как минимум очень трудно сделать очень сложно и наверное не нужно поскольку это бюджетно затратно но тут имеется другой момент что на каждой компании всего четыре персонажа но и собственно они что они говорят между собой то они между собой и говорят я на самом деле не помню чтобы они сильно между собой общались поэтому мы просто принимаем то что у нас вот такие вот персонажики и на этом все вот я не буду кликать по всем так сказать назад вот видите у нас 7 этих самых 7 7 7 а почему тогда почему что это да это израиль америка россия япония я что читать не умею правильно я считать не умею всего 7 7 этих самых компаний и вот собственно тут можно даже что-то по читать по собирать в процессе игры как бы это для тех кому показалось мало того что и дает игра ну мне кажется это наверное даже адекватно как бы по крайней мере я человек читающий и меньше люблю слушать и мне это гораздо больше заходит нежели если мы берем тот же предатор hunting grounds где вам выдает аудиозаписи тем более что оригинал серии world war мировая война z он эта книга эта книга она первые вышла в виде книги потом компания брэда пита купила и экранизовала и экранизировала до получился неплохой фильм с дата с достаточно скомканной концовкой явно на самом деле хотел посмотреть продолжение поскольку это достаточно самобытный продукт появился вот но и на базе этого фильма была сделана игра 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 вначале одна мобильная игра ну там типичная продукт по франшизе и от saber interactive который который была питерской была по крайней мере питерской потом стала всемировой и делала в том числе quake champions потом от этой сайбр интерактив сделали полноценный left for the like world world war that мировая война за это да что тут у нас из оружия вот оружие тоже дофига и больше но об этом и чуть попозже посмотрим и это я все объясню так папа 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 итак у нас есть 7 эпизодов в каждом по какое-то количество карт то есть 4 3 4 3 3 3 3 3 плюс минус 25 где-то плюс недавно нам подкинули патчем так это помню было уже вот оборона excel а нет наоборот было подкинули вот эти вот три а потом взяли еще раз подкинули подкинули excel режима если я все правильно помню это не так важно ну допустим если мы сейчас выберем вот тут будут всякие настройки которые как раз таки важно и так во первых желаемый персонаж изначально предполагалось что будет даваться только один из вот этих вот персонажей которые непосредственно связаны с компанией вот у них у каждого своя предыстория там и так далее случайно например ну как бы из того из четырех но в самом последнем патче взяли и добавили возможность папа диалоги вот вот видите что происходит что если какая-то скриптовая сценка какой-то диалог то собственно она будет работать так теперь настроить внешний вид допустим то есть у каждого персонажа есть еще возможность настройка какого-то внешнего вида тут есть две валюты одна валюта такая типа простая другая премиальная то есть я не скажу чтобы там что-то можно было покупать я не помню уже на самом деле но по-моему это мне открылось как бы но из того что предлагается и по скинчиком я что-то так особо так не скажу чтобы очень классно какие-то это скорее всего гринделка какая-то типичная гринделка которая но не так интересно как игра не об этом ты интересно но не более того я конечно растаман российская растаман довольно забавен но тут есть во что приодеть людей но я так понимаю что это по большому счету смена текстур шейдеров нежели с небольшими изменениями там насадками вот нежели реальное изменение модели то есть верминтиде такое происходит с дефалтными персонажами с дефалтными скинами вот там особой разницы нету как только немножко текстура шейдер поменяется а реальные изменения они только за в скинах за деньги тут скинов за деньги нету вот собственно и изменений не так уж и много то есть разве что вот есть какие-то специфические вот непосредственно изменения вот у некоторых персонажи но вот как мы видим вот 1 2 и вот то что относится к первому скину ладно это не так принципиально важно идем дальше по классам то есть если мы смотрим на left for dead то у нас было так что есть из того из инвентаря персонажа есть есть собственно первичное оружие вторичное оружие аптечка граната и еще что-то такое ну что-то в этом роде тут гранатами является спец умение то есть например мы можем то есть у стрелка есть граната да он ее может кинуть это его спец умения но там восстанавливается и спец сумок но вот у класса подрывник вместо гранаты будет такой динамитная шашка или что-то еще медика будет пистолет подлечивающий технаря там еще что-то палач истребитель вот все эти классы различаются и дают какие-то свои небольшие преимущества в общем то это работает так есть прикольная фишка которая отчасти относится к перманентному гринду скажем так что теоретически в игре ограничение в 30 уровней на каждый класс мы проходим прокачиваем 30 уровней потом сбрасываемся и получаем дополнительную фишечку то есть здесь вот эти вот штуки они дают бонусы универсальные с каждым новым уровнем открытым уровнем престижа открывается новый ряд но я честно говорить не помню по моему так получается что открывается открывается ряд но из этой фишечки то есть вот это вот умение дополнительное она только за один уровень престижа а так в итоге будет что нужно будет открыть раз два три 4 5 6 7 8 что еще можно 8 уровней престижа купить чтобы открыть полностью персонажа как бы чтобы открыть полностью класс и так это будет происходить со всеми вот раз два три 4 5 6 7 8 8 классов имеющихся в игре то есть качаться перекачаться честно говоря немножко так смущает потому что слишком долго если мы берем тот же left for dead то в left for dead все нормально как бы в этом плане что нет и никакого нет нет прокачки собственно ты сразу же можешь ворваться в игру и спокойно с этим верминтиде да у каждого персонажа есть по 35 не по 35 по 35 по 35 по 35 уровней вот и да ты их проходишь но ты проходишь а за одного персонажа 35 за второго персонажа 35 за третьего персонажа 35 ну и вот пять раз так делаешь и и фишка в том что тебе не нужно дополнительно проходить эти этот путь за все под классы персонажей то есть у каждого персонажа верминтиде по но есть четыре под класса грубо говоря и тебе не нужно четыре раза по 35 делать один раз по 35 у тебя уже все открывается вся вероятность дальше можешь тренироваться на том как ты хочешь что ты хочешь перенастраивать как как и куда вот в пэйдэе если мы идем дальше там тоже есть возможность это похожая система сбрасывания то есть ты прокачиваешься до определенного упора а потом сбрасываешь уровень чтобы получить новую дополнительную фишечку там колоду скажем так как как там называется и ты ее прокачиваешь дальше проблема в пэйдэе в том что трудно вернуться через какое-то время вот я бы сказал что трудно вернуться потому что ты уже забываешь что что там у тебя было на прокачена как как у тебя персонаж себе ведет и из-за этого ты вроде как играл когда-то там на высокого уровня сложности потом возвращаешься туда же и тебя ломает по страшному и такая что за фигня ну здесь как бы 30 уровень набрать несложно это там раз день поиграть пару дней как бы и достаточно достаточно быстро накапливается вот этот 30 не так быстро накапливается вот этот уровень престижа чтобы сбросить особенно с последним дополнением вот что там у нас сейчас скажу сумка со снаряжением папа 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 а вот ну давайте я расскажу немножко про тех что у нас есть стрелок стрелок у нее есть он хорошо стреляет патрончики и гранатки подрывник у него есть бонусы ко всяким взрывом медик лечит собственно технарь имеет подрывные снаряды то есть на карте расположены всякие дополнительные штуки контейнеры в которые можно зайти получить дополнительный лут если вы найдете подрывной снаряд а у этой тварище уже есть подрывной снаряд самого начала то есть у вас плюс один бонусный плюс одно бонусное место для получения инвентаря палач это такая тварь которая может шокировать электро зомби и по всячески уничтожать их в ближнем бою дальше истребитель ну товарищ у которого есть коктейль молотова вот оператор дрона это одна из интереснейших профессий потому что ты запустил дрона на себя или на друга и за себя и за сашку и забыл как бы и дрон работает и работает и нормально то есть он даже помогает когда что-то те какой-то особый зомби взял а-ля тот же охотник из лифта чай или что-нибудь в этом роде вот ну и защитник это самый странный класс который до сих пор не просек не просек потому что у него есть щит с помощью которого он может пробиваться сквозь толпы зомби куда-то там вдали я так и не понял как с ним бежать с этим щитом хорошо теперь пройдем к оружию и так мы видим что у нас есть оружие разделенное на несколько тиров тир 1 это то что у вас изначально будет там зависимости от класса персонажа то есть винтовка такая ппшник дробовик пистолет автомат и так далее вот каждого у нас есть дополнительная расцветочка то есть изначально планировалось что у нас есть две этих самых два типа господи два типа скрыть кушать 2 изначально в игре геймдизайнилась так что у нас есть два пути развития оружия одно там чуть по-другому стреляя другое там чуть менее точно и так далее но это как всем относится то есть и в конце мы получаем глушитель это то что мы там прокачали оружие до самого конца настреляли полный цикл и собственно с последним обновлением все это послали нахер вот в итоге вся вот это вот мишура красивые красивые без всякого сарказма все то что с других игр и сделали бы аля там не знаю тут же пайка 2 там поеда и 2 или еще где как дополнительные интересные навесы для действительно изменения качества оружия здесь они превратили это в тупо косметику то же самое как вы видели по моему здесь уже видели дисклеймер предупреждение о том что если вы уже добрались до глушителя вы уже можете просто выбрать другую версию оружия как бы скрыть глушитель показать глушитель это это никак не повлияет на процесс игры ну то есть какой-то казуализация пошла но это не так здорово даже не казуализация а аркадность в игре изначально были возможности всякие дополнительные спец спец оружия взять за то что ты там добрался до уровня престижа второго уровня в определенном классе но здесь еще сделали так что три бонусных три бонусных трейта параметра можно добавить которые чуть 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 изменит статы оружия вот тут я бы конечно поставил да даже не то чтобы конечно я просто поставлю вот но вот все это стоит уже премиальные премиального премиальные валюты и ее добывать не так просто не так весело то есть я потом покажу вам как это делается вот дальше но значит классические ппшки все такое винтовка пистолет автомат который вы конечно же захотите сразу же развить побольше то есть следовательно чем больше вы стреляете тем больше вам бонусов дается за это больше опыта вы нарабатываете на оружие вот и я такой до обновления там прокачался почти всеми оружиями но насколько там несколько осталось а потом они выкатили и вот на тебе еще седьмой восьмой девятый десятый уровень пятнадцатый давай гринди еще дальше такая ах черт поверь и ай шайтан что же ты творишь такое непонятно вот вот смотрите получается так что вот есть тир 1 это что вы носите сразу с собой тир 2 это оружие которое в некоторых классах можно получить взамен тиру 1 вот например автомат арк 103 этого чтобы не платить отступные концерны калашникова конечно же арк 103 можно заменить на то есть наоборот ком до автомат этот можно взять вместо компактного пп у стрелка например есть такой скилл а можно найти на улице и такие вещи вот по всему по всему по всем классам можно найти не у всех но есть короче и собственно тир 3 это самые крутые того что что есть получается вот на дробовике очень легко это заметить вот есть дробовик обычный есть где там у нас какой боевой дробовик вот типа более крутой и штурмовой дробовик там вообще тайга она же сайга вот и есть тир 4 который здесь не указано это как оружие полустанционарного действия то есть у него только на обойму это там тяжелое оружие но точно также там есть тяжелые штурмовый дробовик там тяжелый пулемет и прочие вещи ска вот если говорить про оружие ближнего боя то вот у него есть свои спец фишечки а так я не хочу покупать нет не надо спасибо вот есть свои фишечки она тяжелая легкая там и прочее какие-то дополнительные бонусы у него есть меньше усталости больше усталости тратится вот и сногсшибательные одну главу на максимальная сложность это жесть какая-то вот это действительно можно что-то выбрать под свой вкус если вам не нравится как себя ведет персонаж что собственно берете и выбираете так что там у нас дальше папа 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 давайте я вот не буду начинать новую кампанию поскольку тут ничего интересного не будет скорее мы придем туда на чем вы остановили остановитесь после того как закончите кампанию проходить у нас ну у нас сейбр интерактив я надеюсь правильно называю их сейбры короче сабрезубые тигры придумали такую фишку что можно каждодневно проходить карту какую-то определенную с мутатором это очень классная штука потому что она немножечко меняет свойства того как ты будешь проходить вот например те смотрим еженедельное ежедневное билет в одну сторону вот если утечка мозгов что-нибудь у нас там еще руки короткие вот она дает дополнительные мутаторы на каждую карту и это дополнительный челлендж для вас вот и тут надо думать и фишка в том что р к вот тут указано что если вы проходите на сложном уровне вам дается награда в 400 вот этой вот обычной валюты то есть мысли если на нормальном если на сложном уровне проходите то вам дается 550 и 10 премиальность вы с учетом того что бонусы на оружие стоит по 500 ну и там всякие фишечки рюшечки рюшечки простите мой гасон всякие фишечки на одежку и там пулеметик по 500 стоит то в общем посчитать не трудно что нужно по 50 карт 3 в день и собственно 17 дней ну в общем будет весело три недели будете собирать на три недели сурового труда среди зомби на но это чистокровный гринд как бы я тут какой-то чуть-чуть подумал посмотрел как бы на это все решил что я не буду в этом празднике участвовать есть есть такие вот еженедельные челленджи и вот такие новые фишечки поддобавили новые мутаторы по слабостям определенного класса аркадные но тем не менее но зато за за них дается больше всякой меди больше валюты и я бы наверно вот кстати вот кстати тут режим орды но это долго будет я не хочу вот за это можно получать валюты и вот наконец дополнительные эти самые дополнительные условия которые можно даже поменять вот как например сейчас постройте забор не менее трех раз ни разу мира не умирает лично так сейчас посмотрим технарь вот технарь меня нихрена не развит я его пожалуй и возьму вот тем более что у меня господи тем более что у меня есть задание на то чтобы 1150 зомби и замочите им ну вот давайте низкая емкость низкая емкость что вы издеваетесь что ли что такое руки коротки дальше 50 метров окей бесконечная резня бензопилой что это тяжелое оружие только бензопилы так низкая наверно вот за это потом чем больше зомби я умру убил тем круче и я не буду жестить потому что тут тут не так легко победить карту на сложном уровне то есть это четвертая звездочка особенно после долгого перерыва поэтому идем нормально так желаем персонаж я хочу я хочу я хочу я буду батюшкой вот когда-то когда я начинал играть было довольно просто найти игроков говорят после апдейта что-то поменялось но при этом я не хочу сказать что игра плохая вот смотрите кто-то даже нашелся так и я наверно даже изменить класс технарь да технарь 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 я хочу технарем быть вот у тебя тоже да ну давайте так алекс грингольд на его коллеги давайте и несмотря на то что игроков стало меньше все равно играть весело и интересно да кстати очень приятная штучка что тут достаточно адекватно придумана идея с шумом и зомби что они реагируют на шум и тут даже есть спешил которые изначально был планировался в этом левка ч но его так и не ввели это такой шумовик а здесь вот использовали и сделали и вот глушителей играет весьма критическую роль потому что потому что можно какое-то время проходить тихонечко без того чтобы без того чтобы тревожить основные орды вы если начинаешь стрелять сильно сильно вот такая вот штука кстати говоря в игре есть режим от первого лица но если вы посмотрите это какое то убожество честно говоря потому что вот это вот обычный режим то есть вот этот обычный это режим прицеливания он конечно придает свою свой колорит единственное дело нужен по большому счету это в каких-то тесных зданиях но это не так сильно необходимо поскольку игра левел дизайн гейм дизайн игры он изначально продуман на на открытое пространство на вид то третьего лица то есть вид то третьего лица он изначально предполагает что у вас чуть более открытое пространство нежели в камерном в камерном видят первую лица в камерном видят первую лица в камерном видят первую лицу и поэтому я единожды попробовав больше уже не трогаю это переключение на самом деле она играется нормальный а И в третьем Я не знаю, может быть Это было сделано не сразу, но В определенный момент Ладно, в определенный момент Я не знаю, когда это было сделано Но в целом же получается, что Здесь Набор спешелов То есть, особых врагов Он Фактически идентичен тому, что Есть в лифтаче То есть, тут есть и охотник Здесь Его можно назвать гопником Потому что он выглядит Как гопник Я вижу тебя, Альфа Здесь есть Это самое Не курильщика Это Кто там, господи Голян пошел Вот Вот это вот Да, вот так вот Это Знакомьтесь Это Клевальщица В чем у нее Прикольный эффект Когда Она На тебя попадает Во-первых, ее убить трудно Долго нужно Расковыривать А во-вторых, когда она На тебя нападает Нужно срочно лечиться Потому что иначе Ты преврастишься В зомбака Вот Ну, не так Чтобы ты Будешь управлять Дальше этим персонажем В против Персонаже А-ля Contagion Или еще Какая игра Где такое используется Зумби Паник Наверное Я в Зумби Паник Правда не играл Вот Но Что ж там такое происходит Что А, вот это Вонючка Это О Ядрит Мадрид Это особый Зомбари, сволочи Они Это тоже особый Враг Который Несмотря на то Что он Обычный зомби Он Тебя может Повалить Сразу же Так Что-то У нас дальше Хороший Ну Ну Так Тут Нужно Пробежать Посмотреть Нужно Пробежать Посмотреть Нужно Пробежать Посмотреть Ух 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 Здесь обычно Предмет Который Можно найти Аля там Самый Как там Как там Боже мой Как назывался Аля предметы Из Ну Томы И Книжки Из Верментида Но Здесь они Не занимают Места Нужно В обычных Для обычных вещей Они Просто Появляются И дают бонусы То что ты взял Хорошо О Но Верментиде Это Это сделали Хороший Прием На то что ты Хочешь Дополнительные Сложности За дополнительный опыт То есть Не просто Ищешь Так Дайте мне пульку Похожить Еще Это что-то Не очень хорошо Я Я Я Если мы говорим Про систему Ловушек И защит Господи Дай мне Сложности То Мировая война Z Очень хорошо Потрудилась Над этим Моментом И мне Мне Нравится Как Оно Работает Что Ты Можешь Что Ты Можешь Всякие Полиненетики Там Не знаю Там Чтобы Вот эти Электрорешетки Добавить Как бы Это в определенный Момент Появляется В момент Обороны Такая Геймдизайнерская Фаза Получается мне папа больше нравится я же не буду думать о том что что я хочу раз прокачать в первую очередь пойдемте дальше он он и кто там кто там кто там пойдем помогать срочно что тут еще можно рассказать об игре ну как видите гранаты я пока не бросал потому что они у каждого класса свои а в данном случае у нас так у нас нет пробивного заряда а жаль вот вот я уже устал немножечко по флешку поменял на это я еще и все всем бежать полчаса пойдемте отсюда пойдемте перед 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 системы разворачивания на смысле распидорашивание человечков здесь сделано симпатично мне нравится но как бы из того что рассказывал одно видео про left for dead и как там заморочились кажется что что там просто не идеал но где-то около того так 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 что за сволочь спать я не помню правда у меня кто здесь ой блин ну как обычно зачем ты ушел и зачем ты отдох вот так вот это игра в которой даже несмотря на то что ты имеешь достаточное количество здоровья одиночное пребывание где-то там может очень сильно тебе повредить почему потому что есть ваншотер и это заставляет тебя играть в команде ну то есть вы видите я один свалился я какую-то херню сделал и вот уже несколько человек сразу же отвалилась сейчас меня до прощая батюшка собственно минута до возрождения здесь или три минуты до возрождения в сложном режиме у нас на сложной сложности вот так я вообще просрал весел шмот ну чё будет смотреть так что тут нехер тут пойдемте было обидно когда все убежали вперед ты остался один нет лежать лежать всем лежать лучше так отходим отходим ребята я вижу что три слова у меня там словарно за фасму ищет он 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 как он он сходим не ходите поперёд кто-то походу качает подождите отходим отходим давайте нет потому что что потому что блин но борьбы had been beat меня просто укусили там зажрали а так все хорошо в общем здорово весело как я вот прошел кампании долгое время еще ковырялся с этими мутаторскими ежедневными штуками и собственно мне нравилось мне нравилось и сейчас я поиграл мне тоже нравится как бы постоянное ощущение прогрессии оно есть даже если ты проигрываешь тебя конечно дают меньше очков опыта но тем не менее ты прокачиваешься так что это не так обидно как в payday 2 или где-нибудь еще но что тут у нас что этот успел накачать пистолет пистолет надо все я думаю что хватит дальше что мне дали мне дали возможность дали возможность выбрать из этих трех то есть на каждый уровень есть по три кружка то есть получается первые или как сейчас сейчас подождите я сориентируюсь раз два три уровня четыре пять шесть семь восемь девять десять ну да получается двадцать семь уровней плюс это нулевой уровень что это такое начинается снаряжение и плюс вот эти вот дополнительные уровни собственно с каждым новым уровнем престижа у тебя увеличивается количество дополнительных дополнительных умений и это естественным образом усиливает тебя возможно возможно когда то там на уровне 999 ты сможешь проходить на самом сложном уровне все вот эти вот компании но как то это это меня не прельщает вот скажем так но после того как как вы получили свои очки и валюту вот я кстати 15 очков получил вот это особые премиальные валюты и 400 с копейками такой вот я могу что-то здесь даже потратить на что-то там вот вот тысяча нет я не могу потратить тысячу давайте пройдем может быть где-то я могу потратить тысячу а я об этом не знаю вот так купить разблокировать следующий уровень да посмотрим что у меня пп вот это вот вот это вот разблокировать шестой уровень да они конечно поставили в пользу зю и тебе нужно теперь нагриндивать гранжевать все это дело чтобы чтобы у тебя был были эти очки чтобы чтобы там что-то разоблокировать или нет и как бы ладно в общем подытоживая подытоживая это очень достойная игра и несмотря на то что постоянные тут присутствует постоянный гринд на постоянное улучшение чего-то в ней есть и симпатичная стрельба и отличная механика зомби и в общем-то реалистичный интересный левел дизайн и в целом как бы это очень достойный продукт да он сделан под вид от третьего лица это ничем не поменяешь как бы они то что они ввели этот вид от первого лица это только такое из разряда косметическая фишечка которая никак не меняет геймдизайн и только ухудшает игру на мой взгляд а в остальном если воспринимать этот гринд как часть игры что ты ее постоянно как бы так наяриваешь постоянно что-то улучшаешь что-то добавляешь как бы и и прекрасно и далеко с перфектным развитием всего и вся оно в прекрасном далеко да сказал конечно то в общем то она может очень сильно зайти и мне на самом деле очень сильно зашла я вот порядка 100 часов не точно наиграл пока не надоело играть с рандомными людьми пока не надоело играть в одни и те же карты ну то есть 25 карт это много но не все они которые каждодневно повторяются и не все они ну и зачастую они повторяются повторяются одни и те же карты использованные под мутаторы ну там самые популярные видимо самые сбалансированные у всех самые интересные для каждодневного прохождения вот такие дела и я надеюсь вам было интересно и думайте сами решайте сами играть или нет но в целом если вам было интересно приходите еще на мой канал поговорим о чем-нибудь еще